Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Марии Рудаем. Коротко о главных темах выпуска. Виртуальный бой. Рязанские десантники тренируются на новейших тренажерах. Блокада Ленинграда в областном центре прошли памятные мероприятия. За здоровье нации россиянам планируют возвращать часть денег за занятия физкультурой. Не только Татьянин день студенты рязанских вузов отметили свой праздник. Новейший специальный учебно-тренировочный комплекс и аэродинамический тренажер используют для тренировок десантников в Рязанском 309-м центре специальной парашютной подготовки. Новое оборудование позволяет готовить профессионалов, сократив объем совершаемых прыжков в четыре раза. Как проходят занятия, расскажет Дина Исляева. Принимаем строевую стойку. Руки по швам, ноги вместе. Голова смотрит прямо. Инструктор запускает программу и у десантников начинается тренировка. В виртуальных очках картинка. Они внутри вертолета и готовятся к прыжку. Все на мониторе. Можно посмотреть, как действует команда и увидеть происходящее глазами каждого тренирующегося. Аппарат – уникальная российская разработка. Есть он только в 309-м центре специальной парашютной подготовки. Для каждого полета можно задать параметры по году, время суток, местность. Курсанты и военнослужащие учатся здесь, как действовать во время внештатных ситуаций. Ты справа от меня. Давай еще ближе. Тренироваться в Рязань приезжают военные из разных уголков страны. У заместителя командира взвода 14-й бригады специального назначения Андрея Шилова 100 прыжков. Новый тренажер помогает совершенствовать навыки. Очень хороший тренажер, реалистичный. Помогает хорошо подготовиться к прыжку. Очень хорошо видно поведение товарища. Сразу можно понять, что от него можно ожидать в реальных уже действиях. Реальный прыжок, конечно, не сравнить с тем, что сейчас на тренажере. Но какое-то представление уже имеется. По данным Минобороны, используя комплекс специальных тренажеров, инструкторы 309-го Центра специальной парашютной подготовки добились сокращения количества совершенных прыжков каждым военнослужащим более чем в 4 раза. Тренажер существенно помогает улучшить процесс обучения, особенно начинающих парашютистов, которые до этого ни разу не прыгали с парашютной системой специального назначения, типа крыло. Также помогает уменьшить срок обучения. Этот тренажер помог сократить время, необходимое для обучения. Ранее для достижения такого же результата десантнику-специалисту нужно было совершить более тысячи прыжков с парашютом. А проведение всего комплекса подготовки занимало более трех лет. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Трагическая и в то же время героическая страница в истории нашей страны. 27 января исполнится 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. 872 дня голода, холода и ужасов оккупации. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. По разным данным, за это время погибло до полутора миллионов человек. Рязань с февраля по май 1942 года приняла 110 железнодорожных эшелонов, в которых находились почти 220 тысяч эвакуированных ленинградцев. Почти все они остались жить в нашем городе. По всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда. Но их центром станет, конечно, северная столица. Возвращенный из смертной бездны выставка, посвященная блокаде Ленинграда, открылась в Центральной детской библиотеке. История в миниатюре. Копии танков, самолетов и катеров времен Великой Отечественной войны представили на экспозиции. Подробнее расскажет Галина Кудряшова. Это большое судно называли пахарем моря, ведь его помощью вылавливали мины. Трачек придумали прямо перед Великой Отечественной войной, однако изготовить не успели. Конструкцию корпуса пришлось дорабатывать уже в блокадном Ленинграде, где не было электричества. Плавить корпус до обтекаемой формы было невозможно, но конструкторы нашли решение, сделали его рубленным. Эта модель является уменьшенной копией оригинального судна. Ее можно увидеть на выставке в Центральной детской библиотеке. А также услышать рассказ о героях блокадного Ленинграда. Один из них наш земляк Алексей Хлобыстов. Он единственный человек, который смог выполнить два воздушных тарана и при этом остаться в живых. Командир нашей группы идет в лобовую атаку, фронтальное столкновение, проекция в проекцию, только обломки в воздухе. Хлобыстов остается за старшего. Он понимает, что наших всего пятеро, что у фашистов нервы на пределе и тоже идет в лоб, тоже идет на таран. Столкновение, не проекция в проекцию. Хлобыстов правым крылом задевает фашиста, тот разваливается в воздухе. Американский истребитель «Тамагавка» оказался прочнее. Хлобыстов остается в воздухе. Но немцы понимают, что каждый из советских пилотов будет бить, будет идти на таран, нервы у них сдают, они бросают бомбы в тундре и поворачивают обратно. Самым грозным врагом немецких подводных лодок в годы Великой Отечественной войны был скромный серебристый самолет МБР-2. Он мог садиться как на обычную поверхность, так и на водную. Двигатель наверху, пушек нет. Только пулеметы, которые не оставляли врагам шансов. Это одна из 25 моделек боевой техники, которые представлены на выставке. Их оригиналы принимали участие в битве за Сталинград. Среди них знаменитый танк Т-34. Танк бесспорно считается лучшим за всю Вторую мировую войну, хотя у него были свои недостатки. Лобовая броня была не целиковая, в ней был люк механика-водителя, а это ухудшало защиту. Внутри танка было очень тесно и очень шумно, и даже пользоваться переговорным устройством было бесполезно. Все равно ничего не услышишь. Командир экипажа давил на плечо, скажем, направо механика-водителя. Это означало, что нужно поворачивать направо. Если следовал пинок к спину, значит, нужно увеличивать скорость. Вот так вот. К концу 43-го года танк претерпел модификацию. У него появилась более мощная пушка и отдельная командирская башенка. Одной из проблем блокадного Ленинграда было и то, что финский залив очень хорошо простреливался. Отличная видимость давала преимущество врагу. Поэтому на базе обычных гражданских катеров сделали катера дымзавейщики. Маленькие маневренные суда выпускали белый дым и оставались недосягаемыми для противника, чтобы могло спасти множество жизней. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Поправки к налоговому законодательству разработало Министерство финансов по поручению президента Российской Федерации. Основная цель инициативы – повышение физической активности и укрепление здоровья россиян. Однако немногие знают, что налоговые вычеты можно вернуть уже сейчас. Какую сумму может получить любой человек от государства на законных основаниях, расскажет Валерий Седов. Практически любой человек может вернуть себе часть денег, потраченных на покупку квартиры, оплату лечения или обучения. Называется это налоговый вычет. Тема, на первый взгляд, сложная, но попробуем разобраться. Основной вопрос – это, конечно, налоговый вычет из приобретения жилья. При покупке квартиры или жилого дома можно получить не более 260 тысяч рублей. Правда, есть несколько условий. В первую очередь, мы должны с вами понимать, что налоговый вычет в связи с приобретением жилья может быть предоставлен только с учетом двух ограничений. Ну, первое ограничение – средства, которые затрачены на жилье, это не должны быть средства материнского капитала, не должны быть средства работы дателя или иного какого-то лица. И, кроме того, второе ограничение – сделка купли-продажи не должна происходить между взаимозависимыми лицами, например, близкими родственниками. Нужно иметь определенные документы на руках. Во-первых, на работе надо получить справку 2 НДФЛ. Во-вторых, под данным справки заполнить декларацию 3 НДФЛ. Специалисты рекомендуют делать это на сайте налоговой службы, где программа сама подскажет нужные варианты. Ну, а в-третьих, необходимо подготовить копии документов, договор купли-продажи, документы, подтверждающие право на жилье и копии платежных документов, которые как раз будут подтверждать траты. И со всем набором документов нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства. Проверка документов продлится три месяца. Еще месяц дается на перечисление денежных средств налогоплательщику. Получить вычеты можно из покупки лекарств или с оплаты лечения. Порядок аналогичен имущественному налоговому вычету. Вы должны подготовить декларацию формы 3 НДФЛ и соответствующие документы. Здесь на что хотелось бы обратить внимание. Во-первых, на то, что касается лечения, то обязательно обратите внимание там, где вы платные услуги получаете. У этого заведения должна быть специальная лицензия на право ведения медицинской деятельности. Только при наличии такой лицензии вы можете потом получить вычет. Специалисты рассказали, что большим спросом пользуются именно стоматологические услуги. Но и здесь есть свой верхний предел суммы расходов, с которых можно получить вычет. Это 120 тысяч рублей. Третий вид налоговых вычетов по расходам на обучение. Что касается обучения, здесь есть несколько интересных моментов, на которых хотелось бы остановить внимание. Но понятно, что можно получить вычет по НДФЛ в связи с расходами, понесенными за свое обучение, причем по любой форме обучения. Это может быть и заочное, и очно-заочное. Кроме того, можно получить вычет в связи с расходами, оплаченными за обучение своих детей и брата или сестры в возрасте до 24 лет. Но при этом они должны обучаться только на очной форме обучения. Здесь есть тоже свой предел. Их два. Первый – это расходы на обучение собственных детей. 50 тысяч рублей на каждого ребенка. При оплате собственного обучения, либо брата или сестры, ограничение составляет 120 тысяч рублей в год. Но оно установлено в совокупности с расходами налогоплательщика на лечение. Что касается видов образовательных услуг, расходы на которые можно принять к вычету, то здесь хочу отметить, что это могут быть и любые другие образовательные услуги, которые оказаны учреждением, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности. Но в том числе и под каким-то дополнительным видом услуг. Это автошколы, это курсы иностранных языков. То есть все эти учебные заведения при наличии специального статуса точно так же выдают документы, которые потом можно приложить к декларации и получить вычет. Для примера покажем, как рассчитывается налоговый вычет на покупку жилья. Возьмем круглые суммы для простого подсчета. Человек купил квартиру за 1 миллион рублей. Максимальная сумма, которую он сможет получить, это 13 процентов или 130 тысяч рублей. Но здесь важно учитывать и его зарплату за календарный год. Допустим, он получил 100 тысяч рублей. 13 процентов от этой суммы как раз 13 тысяч рублей. Такую сумму человек получит за год. В следующий год он вновь подает декларацию и получает 13 тысяч рублей. И так пока сумма не достигнет необходимых 130 тысяч рублей за квартиру. Опять же, есть свои тонкости. Если налоговый вычет за квартиру можно получить один раз, то за обучение и лечение каждый год. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Студенты страны, объединяйтесь. 25 января – день российского студенчества. Праздник связан с учреждением императрицы Елизаветы Петровны Московского университета. Этот день рязанские студенты встретили на свежем воздухе. Мороз никого не испугал. Подробности далее. Татьяна пронеслась мимо толпы болельщиков, как молния, не оставив ни одного шанса своим конкуренткам. Курсантка – университет МВД. Будущий оперполномоченный второй год подряд становится победителем забега Татьян. На самом деле это очень такой стимулирующий забег, можно сказать, что здесь собрало очень много студентов, которые принимают участие активно в жизни своего университета, за своего университета соревнуются и получают призовые места, у кого это получается. Рязанские студенты собрались в этот день в сквере имени Уткина, чтобы на свежем воздухе отметить свой праздник. Поздравить их пришел глава региона Николай Любимов. Я поздравляю и Татьян, и студентов всех с этим праздником. Желаю вам действительно всего самого хорошего. Желаю, чтобы вы в Рязани чувствовали себя всегда дома, чтобы вы не уезжали никуда, чтобы вы искали работу здесь, потому что она для вас тут будет, ее много. Желаю вам еще раз хорошего всего, настроения прекрасного. Отжигайте! Веселые, активные, спортивные, более 10 тематических площадок должны были пройти команды учебных заведений. Прыжки через скакалку, паутинка и катание на санках. И все это на время. Задания ребята выполняли с азартом. Студенты поделились с нами, как отмечают Татьянин день. Дружная компания, звездным отрядом, вот таких мероприятий веселых. Конечно же веселыми стартами, песнями, танцами, чтобы не замерзнуть в такие вот январские морозы. Мы спортивные все ребята, учимся, как бы у нас в спортфаге должны выиграть эти соревнования. Праздник, праздник для всех студентов. Отмечать как будете? Отмечать по спортивному. В этих стартах нет проигравших. Все победители. В качестве поощрения рязанских студентов ждал самовар на свежем воздухе, сушки, пряники и полевая кухня. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Теперь к новостям недели. Похищение детей родными людьми. Оказывается, такое встречается довольно часто. Последний подобный вопиющий случай произошел в Рязани 17 января. Бабушка увезла 4-летнего ребенка в Ростовскую область. Подробности громкого дела в следующем сюжете. Бабушка поместила 4-летнего ребенка в сумку и отправилась прямиком на железнодорожный вокзал. На просьбу сотрудников полиции показать, что в сумке отреагировала крайне агрессивно. Заявив, что это ее частная собственность и показывать она не обязана. Вот в последнем случае, когда в сумке бабушка вывезла ребенка, ну она, во-первых, там покусала и поцарапала судебного пристава. И сотрудника полиции она вела себя совершенно неадекватно. Конечно, будет уголовное дело. Но это уже, так сказать, дело правоохранительных органов. Я знаю, что последствия у нее будут очень серьезные. Этот случай, по словам специалистов, далеко не единственным. Подобные обращения в аппарат по защите прав детей поступают постоянно. Чаще всего родители после развода просто не могут поделить детей. Их не останавливает ни мнение ребенка, ни решение суда. А иногда, как в последнем случае, посчитав постановление суда недостаточной причиной, в дело вступают бабушки, не понимая, что вредят этим и своим детям, и уж тем более внукам, у которых остается психологическая травма на всю жизнь. Здесь это может сказаться самым разнообразным образом. То есть это может быть и посттравматическое стрессовое расстройство, и склонность к депрессиям или еще. Представьте себе маленького испуганного ребенка, который едет в какой-то сумке. Разумеется, для него это травма. Разумеется, чаще всего после этого ему придется обращаться к специалистам в области защиты психического здоровья. Сейчас данным делом занимаются сотрудники Следственного комитета. Следователи в ходе данной проверки установят все обстоятельства произошедших. Кроме того, учитывая судебное решение, следователи установят, имеется ли в действиях отца ребенка и бабушки наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это похищение человека. По результатам доследственной проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Еще один подобный случай произошел после Нового года. Главным героем стала также бабушка, которая, кстати, является сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Да и сын, чью интерес она защищает, сотрудник правоохранительных органов. Девятилетнюю девочку обманным путем увезли в Якутию. Бабушка просто обманным путем пришла в день рождения девочки к маме и сказала, вот хочу ребенку сегодня сделать подарок и отвезти в аквапарк. Но для этого требуют, чтобы у меня была скидка, для этого требуют свидетельства о рождении. Мама, совершенно не думая о том, что могут быть такие последствия, вытащила, отдала. У нее ксерокопии не было, вот как мама рассказывает. У нее не было ксерокопии и она отдала подлинник. Ребенок до сих пор находится вдали от мамы. Девочку пытаются вернуть домой, но насколько растянется вся эта история, пока неизвестно. А между тем, для того, чтобы бабушки, дедушки или другие родственники могли выезжать куда-то со своими внуками, необходим целый перечень документов, подлинник свидетельства о рождении и заверенное заявление от родителей о том, что они доверяют своего ребенка конкретному человеку. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Пенсионерка поскользнулась при входе в торговый центр и сломала руку. Ее сын попытался поговорить с представителями администрации центра, но их на месте не оказалось. После письменного из заявления ответа пострадавшие не получили. Тогда сын решил придать дело огласке. Шел, упал, очнулся Гипс, к сожалению, таковы реалии этой зимы. Весь город как будто проходит квест-игру. Дойди до места назначения и ничего себе не сломай. Для 71-летней Рязанки обычный поход в МФЦ, который находится в торговом центре Аркада, завершился переломом руки. Нам нужно сдать срочно документы. Мы по лестнице прошли, и сын говорит, что он меня вел за руки, короче, очень скользко было. И я только два шага, он пошел, думаю, я сейчас попробую. И я сразу падаю на спину. И он увидел, быстренько меня поднял, но я уже чувствую, что у меня с рукой плохо. Помимо руки Валентина Павловна сильно ударилась головой. Говорит, хорошо, что рядом был сын Владимир, который сразу обратился за помощью к охранникам. По словам Владимира, на просьбу дать номер телефона администрациям ему отказали. С утра приехал, тоже никого не было. Потом приехал в понедельник. И пытался застать у них недалеко, здесь вот отдельный офис администрации. Я туда зашел, попросил пригласить охранника к администрации. Мне отказали, говорит, никого на месте нет. Оставил номер телефона. Объяснил опять же ситуацию, что вот мама упала, сломала руку. Владимир уверяет, сначала хотели, чтобы просто извинились. Но после такого отношения это делом так оставлять не хотят. Мы с мамой составили обращение в органы следственного комитета. То есть я считаю, что в данном случае оказываются услуги, не отвечающие требованиям безопасности. То есть услуги здесь по сдаче в аренду, посетители подвергаются опасности. К нашему приезду на территории торгового центра Аркада уже посыпали реагентами. Дорожки были почищены. Вообще правила строго регламентируют, кто и где должен убирать территорию. Здесь ответственность несут собственники. В соответствии с правилами благоустройства, собственник обязан убирать территорию, которая он имеет в собственности, от снега, наледи в зимний период. Нарушения есть. На сегодняшний день составлено 22 протокола. Выдано 476 уведомлений. И проводится 5 внеплановых проверок в отношении правляющей компании. Нарушителям грозит штраф, размер которого варьируется в зависимости от того, кто нарушил правила. Например, для физического лица он не превысит 5000 рублей. Для должной основы составит порядка 30 тысяч. А вот юридическое лицо, которое ненадлежащим образом убирает снег и налить на свои территории, заплатит 200 тысяч рублей. Мария Руда и Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Безопасно ли ездить в маршрутках? В автомобильном потоке водители порой допускают серьезные нарушения правил перевозки. И все в погоне за выгодой. Нарушение показало мониторинг работы коммерческих перевозчиков по итогам прошлого года. Наиболее распространенные – это несоблюдение расписания движения, высадка и посадка пассажиров в неположенном месте, а также некорректное поведение водителей. Отношения к маршруткам у рязанцев разные. Одни считают их головной болью города, другие – суровой необходимостью. Причина проста. Маршрутки не выходят из сводок ГИБДД. За прошлый год они совершили более 10 тысяч нарушений ПДД. Выявлено более тысячи станий исправности автомобилей, которые нередко приводили к ДТП. По вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим милицам и индивидуальным предпринимателям, произошло 115 ДТП, в которых пострадало 169 человек и 12 человек погибли. В 2018 году сотрудники региональной госавтоинспекции в рамках надзорных полномочий провели 163 проверки организаций и индивидуальных предпринимателей. Из них 77 неплановых и 86 плановых проверок. Данные мониторинга администрации города скромнее – около 450 нарушений. Самое распространенное – это несоблюдение расписания движения. Причиной называют пробки. Расписание составлено таким образом, что, в принципе, водителям устраивать ралли на дорогу города не имеет смысла. Все возникает из-за того, что у нас уличная дорожная сеть достаточно перегружена, и водители стараются сократить интервал, то есть попасть в то расписание, которое ему предусмотрено. За это иногда возникают такие ситуации. А значит, могут пострадать пассажиры. Жителям города напоминают, что при чрезвычайной ситуации им может помочь обычный проездной билет. На нем указаны даты и время поездки, а значит, он является важным документом. Отрывать билет нужно самостоятельно при наличной оплате и просить чек при безналичной. В случае нештатной ситуации, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо причинение какого-то вреда имуществу в общественном транспорте, данный документ будет являться подтверждением права на компенсацию по страховой выплате. Один из громких скандалов последних дней – неверное списание средств при поездках в красных маршрутках. Стоимость проезда – 21 рубль, а у людей списывали все 23. Нам пояснили, что сбой не носит системный характер, однако в месяц поступает до 20 подобных обращений, связанные они с человеческим фактором. Водитель утром, когда выходит в рейс, он выбирает номер маршрута, по которому он едет. В системе предусмотрены маршруты со скидкой, маршрут без скидки. Водитель, к сожалению, в данном случае ошибся и выбрал маршрут без скидки. За этот день это была единственная операция, которая была совершена с этой ошибкой. Выявление ошибки происходит автоматически один раз в месяц. После проверки неверно списанные деньги возвращают обратно на карточку. Представители УНКИ пояснили, что писать заявление или обращаться по телефону не требуется. Исправлением ошибки занимается автоматика. В целом, по словам представителей администрации, мониторинговые мероприятия являются эффективными и позволяют держать ситуацию под контролем. С нарушителями проводятся профилактические беседы. Далина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». С момента создания в городе платных парковок общество разделилось на два лагеря – тех, кто за, и тех, кто против. Но была серьезная оговорка – предлагали оставить бесплатными парковки у соцучреждений. Совсем недавно появилась информация – и там парковки останутся платными. Все из-за того, что Ростелеком отказался предоставлять бесплатные места у школ и больниц. Зато требуют расширить парковочное пространство. Это стало известно на заседании комитета городской думы. Продолжит Галина Кудряшова. Медицина стала платной. Припарковаться, например, около больницы номер 14 стоит денег. Причем платные парковочные места не имеют альтернативы. Ведь они начинаются от железнодорожного колледжа и заканчиваются частной территорией. Либо идти пешком с соседних улиц, либо платить деньги. Больше вариантов нет. Возле больниц должны быть бесплатные. Я так считаю. Больные люди подъезжают. У меня, например, проблемы с позвоночником и ставить негде. Откуда я пойду? Больницы, детские сады, школы, вузы, поликлиники. Все они относятся к категории социальных объектов и пользуются повышенным спросом населения. Ежедневно их посещают сотни, а иногда и тысячи людей. Но здоровье и образование теперь больно бьет по карманам. Приблизительно около часа я стараюсь. Но если сидеть в очереди, ну где-то по-разному. Два и даже больше. Школа номер один. Платные парковки расположены с обеих сторон улицы. Бесплатная альтернатива в сотнях метров. Педагогический колледж окружен платными парковками с обеих сторон. Причем свободных мест на них не бывает. Городская дума уже выступила с инициативой сделать парковки около социальных объектов бесплатными. Однако договориться с их владельцем Ростелекомом пока не удалось. Более того, он требует расширить платное парковочное пространство Рязани. Может быть, действительно расширить, но не за счет увеличения платных мест, а может быть, расширить за счет увеличения каких-то бесплатных мест. Хотя есть вот парковки для инвалидов, я согласна. Но вот около поликлиник мы еще страдаем. Вот около детской поликлиники, хотя все-таки там есть бесплатные места. Еще около каких-то женских консультаций, например, там вообще нет места бесплатного. А между тем представители областной думы поддерживают инициативу и готовы помочь в ее продвижении. Они отмечают, что федеральный закон с 30 декабря прошлого года позволяет отменять платные парковки рядом с социальными учреждениями. И заявляют, что если в январе в Рязани не будет принято конкретных решений, то они выйдут с законодательной инициативой на уровне региона. Жители города тоже фантазируют. С одной стороны, платная стоянка выливается в копеечку, с другой – освобождает места от тех, кто приезжает по другим делам. Вот если бы, например, Ростелеком сделал бы какие-то, может быть, терминалы внутри этих объектов, в которые подразумевался бы бесплатный визит, и человек, припарковавшись на платном месте, приходил туда и, скажем, в регистратуре или в этом терминальчике, вбивал, допустим, номер своей машины, таким образом удаляя, ну, или помечая в базе у них, что с этой машины не взимать оплату. Тогда эта зона оставалась по-прежнему платной для тех, кто хотел бы какие-то другие учреждения. И люди, которые приезжали в эти объекты, могли бесплатно парковаться. Ранее сообщалось, что увеличить период бесплатного пользования парковками у социальных учреждений технически невозможно. Единственный вариант – увеличить время на всех стоянках, но это повлечет увеличение тарифа. Напомним, что 90% дохода получает Ростелеком. В казну города поступает лишь оставшиеся 10%. Как именно законодателям и бизнесу удастся прийти к компромиссу, пока неизвестно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания «Город». Снегоплавильный пункт может появиться в Рязани. Об этом заявил исполняющий обязанности начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин. Сейчас город ощущает не только нехватку техники для уборки, но и площадок для вывоза снега. Горы снега – нечищенный тротуар. Уехать в центр города с остановки теплоприбор можно, но с риском для жизни. Под ногами налить – снег убирается плохо. О том, что за этот участок все же кто-то отвечает, говорит то, что на остановку привезли песок. Правда, разбросать забыли. Гололед. Пенсионерам неудобно. Подскользуются. Видел сам. Отвратительный. И не только на остановках, а просто по тротуарам. Очень плохо. Примерно такая же плачевная ситуация во дворах. Кстати, за уборку в них отвечают управляющие компании. Без снега, который они вывозят, попадает на официальный пункт приема. С улицы Черновицка. 20 кубов. Во дворах. Где раньше садик был, там убираем. Во дворах. Вот. Снег. Уборка улиц ведется в основном ночью. Вот эти горы снега привезли сюда управляющие компании и дирекции благоустройства города. Пункт приема – это огромные закрытые территории, которые находятся по пути в поселок-строитель. Объемы разные. Только силами нашей организации с привлечением подрядных организаций с начала года уже вывезено порядка 60 тысяч кубических метров. Плюс свозят сюда управляющие компании, предприятия и организации любой формы собственности. Несмотря на это, ее ресурсов недостаточно. Сейчас, по данным исполняющего обязанности начальника управления благоустройства администрации города Вячеслава Несиным, город ощущает нехватку площадок для вывоза снега. Возможно, решением проблемы стало бы строительство снегоплавильного пункта. Такие есть в крупных городах – Москве, Уфе и других. Растворенный снег по трубам стекает обратно в нашу основную станцию и попадает в тоннели. После чего поступает на очные сооружения канализации. Но это планы на будущее. В ближайшее время в Рязани появится новая техника. Губернатор поручил закупить 30 снегоуборочных машин. Глава региона также распорядился предусмотреть дополнительное финансирование на благоустройство города к следующему зимнему сезону. Напомню, в 2020 году Рязань станет новогодней столицей России. Дина Исляева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Нечистоты в подвале, в квартирах постоянно стоит запах канализации. В шестиэтажке на улице полиграфистов периодически возникают проблемы с коммуникациями. Жители уже обращались в разные инстанции, но помощи так и не дождались. Вот так вот мы встречаем праздник Новый год. У мужа день рождения. Час ночи. Я внизу ходила до трех, а он чистил. Так новогодние праздники провели почти все жители верхних этажей дома 63 по улице Вознесенской. Самое интересное в этой истории то, что на протекшей крыше совсем недавно закончили проводить капитальный ремонт. Работы производились на протяжении нескольких месяцев. Потом велись работы по замечаниям. По замечаниям старшего по дому, по замечаниям фонда. Замечания были все выполнены. Вот организовываем приемку работы. Уже не первый раз организовываем. Ну и вот постараемся. Подрядная организация РСУ-1, которая ответственна за проведение работ, ссылается на некоторые спорные моменты. Мол, есть факт, что мужчина вышел на крышу очистить ее от снега и повредил. Поэтому крыша течет. Ну там такие сазульки, там такие углы были, да, что у нас опять потекло в том месте, где мы более-менее заделали внутри. У соседа течет вовсю. Видео было снято 4 января. По словам жителей дома, протечки начались еще во вторых числах. А виной им работы именно подрядной организации РСУ-1. И течет как раз из-за дыр в конструкции крыши. Вот одна из них. Представитель РСУ-1 заявляет, что появилась такая как раз из-за самоличных работ по очистке снега. А вот последствия. Был ветер, была метель. То есть там под крышу, под стык, получается снег зашел. Там он начал так на чердаке тепло таять. И уже сформировалась некая лужа там. И пошло по стенке, и пошло уже непосредственно в квартиру. Вместе с представителем подрядной организации присутствовал и главный инженер управляющей компании. И представительница фонда капитального ремонта. После небольшой проверки она вынесла вердикт. Замечаний нет. Настоящего замечаний есть? Сейчас я замечаний не имею. Если протечки есть, то все обращаются туда. Конкретно по протечкам мы вот сейчас не можем понять, из-за чего крыша потекла. На самом деле, либо из-за карниза, либо из-за недоделок. Случай с капитальным ремонтом крыши на улице Вознесенской не единичный. Генеральная директор Рязанского фонда капремонта рассказала, что рязанцы пожаловались на каждый второй капитальный ремонт в регионе. И чаще всего претензии касались именно залития квартир и нарушения сроков выполнения работ. Сроки у нас все время нарушаются. По устранению замечаний. И принципы производства капитального ремонта. С чем это связано? Я думаю, это вопрос к подрядчику. Напомним, в 2019 году в регионе выросла плата за капитальный ремонт. С 8 рублей до 11 рублей 65 копеек за квадратный метр. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. До встречи в эфире телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok